Сергей Смирнов Заметки о Белозёрове Все мы камни, упавшие в воду, От нас идут круги. Это любимая фраза Белозёрова. Он часто повторял её, особенно в последние месяцы перед гибелью. Как задумается, так потом наверняка улыбнётся и скажет. Впрочем, в самые последние наши встречи, Он будто совсем ни о чём не задумывался. Он казался рыбом каких-то навязчивых жестов, Взгляд его подолгу вцеплялся в, казалось бы, незначащие предметы. Он вёл себя как следователь на месте преступления, Почти не разговаривал и только изредка, Как бы извиняясь за свои странности, Грустно вздыхал. Он производил впечатление человека с расстроенной психикой, Понимал, что тревожит друзей и очень от этого страдал. Глядеть на него было больно. Но вот в чём все мы ему завидовали. Каждый из нас, его друзей, чувствовал, что груз знания, Который обрушился на Белозёрова, Его бы раздавил гораздо быстрее и безжалостнее. Белозёров казался нам чудом психической выносливости. Боя полушутя спрашивал его, Как это он справляется со всеми своими ежедневными открытиями. Он всегда хмыкал недоуменно и пожимал плечами. И только однажды вдруг сосредоточенно нахмурился, Взглянул на меня пристально и сказал такое. Привык. Иногда, правда, становится тяжко. Будто попал в коридор между зеркал. Вроде трюму. Прикрываешь створки так, чтобы только голова пролезала, И двигаешь глазами туда-сюда. Жуткое зрелище. С ума можно сойти. Там дебри зеркальных краёв, Как бритвенных лезвий, А в этих дебрях твои двойники. Ближайших видно, А за ними только макушки выглядывают, Или кражки ушей. Так бесконечный ряд. Будто только что нарезанные одинаковые кружки колбасы. Он словно рассказывал навязчивый и неприятный сон. Впервые он проговорился Три года назад. В день, когда мы отмечали выход его первой книжки путевых заметок журналиста. А продержался он чуть больше голя. Трудно бывает человеку хранить серьёзную тайну, Которая вдруг полностью меняет течение его жизни. Особенно трудно хранить тайну человеку, Когда его общественное положение кажется ему Неизмеримо менее значимым, Нежели сама тайна. Он будет искать невольно повод, Чтобы проговориться, И при том сделать это как бы Совсем ненароком, Незаметно для себя самого. Впрочем, я вполне допускаю, Что раскрытие секрета механической жизни Входило в роковые расчёты Белозёрова. Началось с того, Что навстречу я опоздал на час И явился в своём любимом галстуке Цвета высохшего муха И с бутылкой шампанского в левой руке. Убиталия немаловажная. Белозёров, Открыв на звонок дверь, Заулыбался, потом, не поздоровавшись, Попытался сосредоточиться И остановить движение радостных чувств На лице он тщательно оглядел меня И на секунду взгрустнул. Да, жаль, Проговорил он тихо. Завтра утром Дождь совсем ни к чему. Привет. Я бодро взмахнул бутылкой шампанского И подумал, что он с ребятами Уже успел без меня порядком отметить. Привет. Как эхо откликнулся Белозёров, И тут во взгляде его мелькнуло недоумение, А следом испуг. И вдруг Он вновь расплылся в улыбке. У него был вид человека, Которого только что освободили От обручающей обязанности Сообщить данному знакомому О постигшей того крупной неприятности. Однако все эти свои впечатления Я исследую сейчас, спустя три года. А потому наверняка многое Додумываю. Ведь в минуту нашей встречи Я, конечно, Не был столь наблюдателен. Помнится, я просто растерялся. Привет. Повторил он уже виноватый И стал суетиться, пропуская меня в прихожую. Извини, извини, пожалуйста. Задумался вроде. Так, бутылку вот сюда пока. Ах, черт падает. Ты знаешь, уже обнули немного. Нет, уронил. Держи сам. Он бормотал в полголоса, Словно стараясь запутать меня, Заставить забыть О только что произнесенных Странных словах Смешать их с хмельной болтовней. Но на самом деле Он был, что называется, Не в одном глазу, А просто готовился К новому фокусу. Стоило мне сесть за стол, Как он изобразил на лице Трагическую мину И горественно вздохнул. Ну вот, все. Теперь еще и похолодает к ночи. И не дав публике толком удивиться, Он поднял свой фужер И сдался окончательно. Мужики, Мы все так здорово тут у меня Расселись, Потому что То, что сейчас засверкает на небе, Загрохочет и загремит. Здорово. Соскучился по грозе. Сейчас будет первое майское. Весеннее чистилище. Здорово. Надо за эту грозу выпить. Тост мы не донесли. Вся наша компания Разом превратилась В скульптурную группу Из музея Мадам Чуссо, Ведь вместе с последними словами Белозерова Ярко блеснуло за окнами И крыши загудели Глубким раскатом. Мир полон бремен. Оказалось, что человеческие глаза Это карта. Два маленьких полушария На меридианах и параллелях Которых Лежат точные контуры Всех человеческих болезней. Все органы Отражаются На радужных оболочках Вокруг зрачков. Древние китайцы Открыли, что по виду пульса Можно обнаружить сотни недугов. Знаток подписей Способен по какой-нибудь Небрежной закорючке Верно определить Когда и как ее автор Развелся со своей жены За одну профессию Бывшего тести. В истории известен оригинал, Который во время суда По положению ног Подсудимого Точно устанавливал Степень его виновности. Однажды я сам сделал Подобное открытие Я обнаружил, что По манере пить чай Или кофе И даже По одной только повадке Класть в чашку Кусочек сахара Можно определить Характер человека Его отношения С сослуживцами С женой С детьми Я провел Несколько исследований Удивился Что правда Этого бесхитростного Афоризма Кусочек с детьми В одном странном наблюдении Он удивился Что окончательно Прогноз Созревает во время Поездки на автобусе И всегда Сбываясь Превращается К концу дня В невольный Душевный фон С самоуверенности И приятного Легкого успокоения Этот фон Очень помогал Расслабиться После суеты И неприятностей На работе А потому Неосознанная Наблюдательность Продолжала расти Как проверенное Житейской практикой Средство Психологической Самозащиты Первый Доносил Об источнике Примет Конечно Вызвал усмешку Но через поле дней Усмешка Уступила место Тревоге А потом Даже страшно Стало По расположению Людей На остановке В 8.30 утра И цветовой Мозаики Их одежды Точно угадывалась Погода На весь день Испугаешься Тут Здравый Смысл Рассыпался Как карточный Домик Полгода Белозеров Не верил себе Даже Тетрадку Наблюдений Завел 200 прогнозов И все Яблочко Вплоть до Точного Срока Минутного Прояснения На небе В дождливый Осенний день А потом На Белозерова Отбрушилась Лавина Примет С которой Он так И не сладил До конца У него Появилась Рассеянность А следом Мигрения Бессонница Невроз Талант Наблюдателя Обернулся Для него Дьявольской Одержимостью И наше Удивление Тем Что ему Все-таки Удается Держать себя В руках Было Отчасти Показным Надо было Его как-то Подбадривать Но зато И фокусы Показывал Он такие Каким Позавидовал Любой Сказочный Оракул Или колдун Одного Беглого Взгляда На любую Группу Ожидающих Городской Транспорт Ему Хватало Для ювелирного Прогноза Погоды На сутки С минуту Понаблюдав Движение Машин На проспекте Он выдавал Точные Координаты Зарождения Очередного Тайфуна В Тихом Океане И его Траекторию Мозаика Светящихся Окон Соседнего Дома Предсказывала Ему Через полчаса После полуночи Распространения Холеры В Африке А в очереди У палатки Приема Стеклотары Был зашифрован Вчерашний Переворот В какой-то Банановой Республике Приметы Громозились Одна на другую От них Невозможно Было Отвлечься Они всплывали В сознании Как пузыри В кипящей воде И наверное Если бы Белозеров Остановился На машинальной Расшифровке Связи Явлений То жить бы Ему Вскоре Стало Совсем Не в моготу Но он Видно Понял Что остановиться Значит Мгновенно Оказаться Погребенным Под обвалом Знаков И предзнаменований И он Двинулся дальше Талант Позволял И достиг Наконец Смысла Всего Грандиозного Калейдоскопа Примет Двинулся Двинулся За развлечения На урок Наконец Тищев Тут же возникает обратная связь. Она может оказаться очень слабой, вовсе незаметной. Круги от камня, брошенного с берега в океан, не дойдут до берега другого материка. Но когда-нибудь в роковой миг такой камень поколеблет дно, и окажется, что этого ничтожного движения как раз и не доставало для толчка к оседанию земной коры. Камень брошен в воду и вздрогнул океан, и прокатился по нему чудовищный вал цунами. Порой гроза в горах проносится бесследно, а потом один неосторожный окрик или далекий выстрел срывает лавину с вершин. Вспомните сказку о рябке. Там всех выручило крохотное существо. В этой сказке великая мудрость. Однажды я столкнулся с Белозеровым в библиотеке. Я глянул на его стол. Он был завален кипами европейских довоенных газет. Я тут пытаюсь разобраться, сколько народу участвовало в мире в антивоенном движении в 30-е годы. Объяснил он. Пытаюсь понять толком, почему война оказалась неизбежной. Неизбежной. Ну, причин-то мы все знаем. А вот бы вычислить точно, сколько сил не хватило, чтобы остановить катастрофу. Хотя, конечно, по этим газетам и сотые части сведений не раскопаешь. Ты знаешь, вот сидишь перед телевизором, смотришь, ходят ребята с транспарантами, протестуют, а толку-то вроде чуть потерпят их. А потом, ближе, дубинками разгонят и всего хлопот. Ракет меньше не делается, наоборот, больше, как назло. Так вот раньше и думал. И вдруг теперь дошло. Нет. Не зря ходят. Главное, чтобы сошлись все на одном. И тогда будет достаточно одного незаметного, случайного жеста в толпе, и все. То ли танки начнут вдруг разваливаться, то ли еще какой-нибудь сверхкризис энергетический грянет. Не важно что. Главное результат. Если убедить два миллиарда человек в один и тот же день, час и минуту отвлечься от всех дел и забот и провести эту всемирно договоренную минуту в осознанной ненависти к оружию, и, ей-богу, все оно начнет мгновенно ржаветь. Но необходим стройный хор двух миллиардов голосов. Свою жизнь он называл механической, воображая себя крохотной шестеренкой в дебрях необъятного месива вращающих друг друга колес. Мне лично это сравнение не по душе. Взаимосвязь явления видится мне в образе круговорота воды, морских течений или движения ветров. Однако Белозеров по складу ума был технарем, и потому предпочитал мыслить механическими моделями, и упрекать его в таком взгляде на вещи просто глупо. И все-таки мне кажется, что именно рассудочная потребность в окончательной и геометрически строгой упорядоченности приметы связи и привела Белозерова к хронической неуравновешенности и болезненному напряжению. Да, тяжело, наверное, жить в шестеренке, разобравшейся в движении колесиков среди несознательных сонных шестерен. Если бы не вечная нервозная усталость и, наконец, не кажущаяся нелепой гибель Белозерова, я бы, не колеблясь, назвал жизнь его не механической, а гармоничной. Вероятно, только этим словом может быть определена жизнь человека, верно определившего свое место и назначение в мировом калейдоскопе явлений. Погиб Белозеров во время прошлогоднего землетрясения в Туркмении. Он вычислил его двумя месяцами раньше. Потом выпросил у шефа командировку на строительство канала, совпадавшую по срокам с подземными толчками, и укатил в спецкором прямо в будущий эпицентр. Думаю, у него и в мыслях не было удивлять кого-либо из местных властей своими прогнозами. Кто бы поверил. Но перед целым отъездом, уже на платформе вокзала, он бросил странную фразу. Тогда я пропустил ее мимо ушей и не стал ни о чем расспрашивать. Теперь я, конечно, жалею об этом. Он сказал. «Достаточно того, что я туда просто поеду, и там никто не погибнет». «Достаточно. Для чего?» «Чтобы ослабить землетрясение на несколько баллов?» «Чтобы спасти несколько человек?» «А может быть, сотню?» «А может быть, весь город, оказавшийся как раз в эпицентре стихии?» Увы, осталось загадкой, какие он хотел предпринять меры. Странно то, что только Белозеров один и оказался жертвой землетрясения. Да еще был ранен шофер Газика, в котором они возвращались со стройки в город. В момент синебального толчка полукилометровый участок старого горного шоссе сдвинулся, сопол с ним и накренился. Водитель не успел погасить скорость, видно, не сразу сообразил, что происходит, и машина покатилась кувырком по склону. Может, статься и гибель свою Белозеров представлял заранее, жертвуя собою во имя спасения других. Были точно выверены срок и место. Последние два месяца его жизни прошли в виртуозном жонглировании приметами. Он выткал тончайшую сеть связей и тщательно подготовил себя к роли камня, круги, от которого должны разойтись по всему океану. Но как он это сделал? Можно лишь строить предположения. Впрочем, это уже домыслы камешков, мгновенно теряющихся в глубине и не способных узнать, где затихают волны от их случайных падений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!